Привет всем моим зрителям! В этом видео я покажу разные мелкие, но интересные сюжеты с Пятницкого кладбища. Здесь я ничего не искала, что видела по пути, то и снимала. Мы видим, что у входа с правой стороны находится мемориал с именами защитников Родины, погибших в Великую Отечественную войну. Это небольшой, но исключительно ухоженный мемориал. Пятницкое кладбище не туристический маршрут и экскурсии здесь проводят очень и очень редко. Ну вот и сегодня вы тогда прогуляетесь вместе со мной по этому кладбищу. Я, конечно же, не экскурсовод, я не все знаю и не все могу найти в интернете, поэтому буду просить помощи у вас, моих зрителей. Здесь мы видим могилу Валентина Трофимовича Борисова. Видим скрипичный ключ, нотный стан понизу. Но кто это? Информацию в интернете я не нашла. Может кто-то из вас знает и подскажет? Напишите в комментариях. Вы уже посмотрели несколько моих видео с этого кладбища и возможно вы заметили, или вот я вам сейчас скажу, что это кладбище очень-очень тесное, редкостная теснота. Пройти между могилами невероятно трудно. Искать могилы, не зная где они находятся, великая сложность. Но тем не менее, основные дорожки ухожены. Видно, что администрация кладбища поддерживает порядок. А купеческая старина на этом кладбище придает ему вид заповедного некрополя. Показать, конечно же, все в коротком видео невозможно. Но если вы здесь лично побываете, я надеюсь, что вы не разочаруетесь. Издалека видать высокий разноцветный крест. Он имеет металлический каркас, заполненный разноцветными стеклами. Крест уже наклонился влево. Его, конечно, надо бы поправить, чтобы не упал. А захоронен здесь банкир Вениамин Адаскин. Могила семейства Гостинских. Нижняя строка. Вячеслав Вячеславович. Актер 1922-1991. Герой эпизодов сыграл много отрицательных ролей. Но, видимо, он уже из серии «Забытые имена». Он был сыном репрессированного командира. Вот верхняя строка Вячеслава Францевича. Его НКВД расстреляло в 1937 году. А реабилитировали аж в 1956 году. Сыну Вячеславу Вячеславовичу, как сыну врага народа, не предлагали играть главных ролей. И мы опять же видим, что памятник наклонен. Справа памятник, там чей-то вообще лежит на земле. И, кстати, мы увидим очень много здесь поваленных памятников. То ли земля здесь такая, что не держит памятники. Вон, видите, еще надгробная плита удерживается просто стволом дерева слева. Видите? Вот уже вроде бы забытая могила. Но интересная фамилия здесь. На одной плите фамилия Хан Сиф Т.И. На второй плите буквы Ели различимы. Но там также написана верхняя строка Хан Сиф и две фамилии Сен Чилло. Не знаю, кто это. Просто привлекли внимание своими необычными фамилиями. Вот еще в таком решетчатом домике, или как, в беседке, или как это назвать, не знаю. Ну, вот тоже видим поваленный памятник. Еле держится Петросян Михаил Иванович. Внизу Ели прочитала «Жизнь твоя оборвалась трагично, в миру иной, ушел ты навсегда». А рядом мы видим вот такое дерево необычное, с расщелиной или с дуплом, наподобие входа в иной мир. Дерево закрыто решеткой, чтобы никакая лиса туда не вошла. Дерево выросло на забытой могилке. Заняло практически всю ее площадь. Очень старая, похожая, могила. Даже ни одно здесь дерево. Но, тем не менее, на ней лежат искусственные цветы. Значит, кто-то когда-то здесь был и посещал могилу. А вот такая вот могила Генриха Карловича Шульца. Он был советским самбистом, дзюдоистом. Шестикратный чемпион СССР по самбо, чемпион Европы по дзюдо. Судья международной категории. Он выступал в весовой категории до 80 кг, в самбо до 80 кг. Он любил представляться. Я простой русский парень, Генрих Карлович Шульц. Может быть, поэтому здесь лежит шестиконечный православный крест. Вот опять, видите, упавшее гранитное надгробие. Его держит только вот тот деревянный крест на соседней могиле. Вот интересное надгробие, которое дошло до наших дней в хорошем состоянии. Потомственный почетный гражданин Николай Иванович Костерев. И рядом тоже старинное захоронение. Московский купец Ефим Максимович Урусов и супруга его Матрёна Урусова. Мария Андреевна Шилкина и сын её Василий Шилкин. Московский купец Фёдор Урусов и супруга его Дарья Урусова. А здесь, смотрите, сбоку прописаны отроки Ивана Пётр Ефимовича Урусовы. Отроду 15 лет и отроду 13 лет. Два мальчика. Что-то с ними случилось. Ну вот, мраморная плита облокотилась по дереву. Вот такой вот красивый памятник. Возможно, недавно его установили. Нету вообще даже никаких надписей. Икона, голубь и всё. Хотя, я думаю, что гравировку-то делают заранее, а не после установки. Любопытно. Ну вот, видите, ещё огромадное дерево заняло всю площадь могилки. Отвоевало себе место. Но сохранились ещё несколько табличек тех людей, которые здесь захоронены. Но к ним уже никто давно не приходит. Так, вот привлекли внимание две плиты. Ну, на одной вообще сложно прочитать надписи, на второй прочитаю. Хотя здесь, конечно, отсвечивает, как зеркало. Но здесь написано. Полковник Артамонов Дмитрий Петрович. 1791-1842. Герой Отечественной войны 1812 года. Потомок князя Дмитрия Пожарского. Спасителя Отечества. 1612 года. Декабрист. И свежие цветы лежат. Могила. Евгения Михайловича Кузнецова. Он был художественным руководителем Союз Госцирка. Его книги являются научными трудами по истории и теории циркового эстрадного искусства. Тоже забытая могила Хайтины. Розочка меня привлекла. Год рождения 36-й. Умерла в 45-м. Такая вот девочка. Дерево пыталось вырасти. Проросло сквозь ограду. Но его вовремя спилили. Оголевец Алексей Степанович. Советский музыковед. Автор многих музыкальных произведений. В том числе сонат и прелюдий. Очень красивый памятник в виде креста монахиня Манефа. Мы идем далее. И мы видим вдоль тропинки слева маленькие такие могилки. Здесь видимо захоронение праха в урнах. Я обращаю внимание, что памятники практически одинаковые. Я полагаю, что это администрация кладбища заранее поставила эти надгробия. И потом продавала места. Памятник любопытный. Надписи совсем не видать. Даже не могу прочитать, что там написано. Впереди на развилке я вижу такое симпатичное сооружение в виде полуротонды. Подойдем, посмотрим. Полежаева Томила Владимировна. Вычитала в интернете, что это мировой лидер номер один в области торговли и продажи косметики «Орифлейм». Она принадлежит к тем немногочисленным российским женщинам-миллионерам, чей бизнес был построен с нуля. Она получила титул бриллиантового президента и была премьирована чеком на миллион долларов, чем не могла похвастаться вся сетевая индустрия «Орифлейм». Так, вижу еще одну могилу. Вон то надгробие в виде стены. Еще как туда пройти. Могилы очень тесно расположены. Прохода практически нет. Сейчас найду и включусь снова. Капитолина Андреевна Лазаренко. Певица, народная артистка Российской Федерации. Вот она. Здесь же захоронены ее родственники и муж, генерал-майор артиллерии. Звезда летит, летит звезда. Хочу, чтоб зимы стали веснами. Хочу, чтоб было так, было всегда. Загадай желание самой синей полночью И никому его не назови. Загадай желание пусть оно исполнится. Будет светло всегда, светло в нашей любви. Мне этот час мечтою кажется. Все соловьи земли спешат сюда. И сердце вдруг по небу капитка. Оно звезда теперь, оно звезда. Загадай желание самой синей полночью И никому его не назови. Загадай желание пусть оно исполнится. Будет светло всегда, светло в нашей любви. Идемте дальше. Вот еще упавший памятник. Наверное, нет родственников, уже никого близких. Некому прийти, некому поправить. Цыганская семья. За богатым столом. Фамилия Михай. Вот еще интересная могила. Возложены цветы, значит, кто-то захоронен. Ведь на пустую могилу бы цветы не ложили. А тем не менее, не прописано, кто здесь захоронен. Вот красивое обрамление могил. Тут несколько могил, видимо, семейных захоронений. Вот такая вот виноградная лоза. Красиво выполнена. И красивый портрет девушки. Я не захожу с лицевой стороны и не читаю, кто это. Потому что могила свежая. Ну, ни к чему. Ну, и напоследок, вот еще одна могила. Премьер-министр СССР Валентин Сергеевич Павлов. На этом я закругляюсь, иду на выход. И до новых встреч на следующей экскурсии. Все. Всем пока-пока. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok